Вопросы энергосбережения Люди, развлекаясь, просвещаются в вопросах необходимости, экономии ресурсов и, собственно, того, как это лучше делать. Между тем, привычное и широко известное мероприятие далеко не единственное. Работа по этой теме ведется в течение всего года. Одно из направлений – встречи со школьниками. Наглядная работа с тепловизором для многих увлекательное зрелище. Не зря говорят – лучше один раз увидеть. Совершенно реальный прибор, действующий на основе научных принципов, позволяет устраивать своеобразные магические шоу. Конечно же, такие уроки запомнятся лучше. Мы проводим их уже четвертый год. Детям, мне кажется, это интересно, потому что мы рассказываем, как они могут у себя в бытовых условиях экономить энергоресурсы. Не только в конечной линии, это еще и экология. Вопросы – чем меньше мы производим в окружающей среде, тем лучше мы делаем в связи с новым обитанием. В этом учебном году организаторы решили устраивать специализированные уроки не только в школах. Для более широкого привлечения детей задействуют библиотеки. Молодежь, как и всегда, ее интересует абсолютно все, что происходит. Но больше сейчас электронные ресурсы востребованы. Поэтому в библиотеке есть электронный каталог. Поэтому у нас есть доступ к книгам и ресурсам. Мы создаем собственные базы данных. Уходя, гасите свет. Прописная истина. И сегодня актуально только к этому правилу добавляется много новых. Если мы действительно хотим спасти свою планету от экологической катастрофы. И не стоит думать, что Оренбург слишком мал. Я сказал, что одна лампочка в квартире ни на что не влияет. Ведь если суммировать все лампочки всех квартир, да еще уличные. У нас по городу очень много светильников в будущем. Если их поменять на светодиодные, то потребление, ну пускай, уменьшится на 50%. То есть город сразу, в принципе, будет затраты на освещение сократятся в 2%. У нас, кстати, и делают немало для повышения энергоэффективности различных систем. Проспект Победы, например, уже освещают светодиодные лампы. Экономия электричества, бюджет и радуя экологов. Сами, конечно же, думали, но прям такого открытого объяснения не было. То есть не поднимали эту тему в школе. Мне больше всего понравилось о том, что нам рассказали вообще все основы, куда уходят энергии. И что нас обучили, как ее можно сэкономить. Веречь энергии нужна, потому что если энергия уходит, то... Она уже закончится. Она, во-первых, уходит зря природные ресурсы, которые мы исчерпываем и в конечном итоге может не остаться. Я считаю так. Ну а на память о необычном уроке школьникам сделали термальную фотографию. Возможно, для кого-то она станет первой на пути в профессию, связанную с энергетикой. Классический розыгрыш стандартного положения. И кто скажет, что это не профессионалы. Конечно же, городской турнир среди обычных школьников не чемпионат мира. Но юным игрокам усердие и желание победить не занимать. У меня вся семья футболом увлечена. И брат, и папа. Подсадили на игру и захотел сам футболистом стать. Для меня футбол это просто жизнь. Команды из городища и Бердянки регулярные участники турнира мини-футбол в школу. Дети очень хотят играть. К соревнованиям готовились. Многие дети летом ходили. Общероссийский спортивный проект в Оренбурге поддерживают более 10 лет. Это обычные школьники, которые занимаются с учителями физической культуры в школах. Ну, попадаются, конечно, среди детей те, которые уходят непосредственно в секции по футболу. Но это массовые соревнования для всех обучающихся, желающих, которые любят и хотят играть в футбол. Даже до того, как у нас в стране прошел мундиаль, турнир в Оренбурге набирал популярность. В этом году он бьет рекорды. Бежи его сюда! Возди! Кто? 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 Выпей! Кто? 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 Ну, это, если не менять память, это рекорд. 90, получается, ну, 94, что ли, там, в общей сложности команд. И еще примерно 10 команд, которые уже звонили после заявочной кампании, которых мы уже физически не могли допустить. Потому что все уже было готово, календари и все такое. То есть, если бы и те успели, уже было бы за 100. Три возрастные группы, 94 команды, без малого тысяча пацанов, целая армия. Игры будут проходить по два дня в неделю на стадионах Оренбург и Коммунальщик. И не исключено, что именно здесь начнется путь новой звезды российского, а может и мирового футбола. Я хочу стать самым лучшим футболистом в мире. Слышь мои фразы. Мои фразы воруют. Ты тоже хочешь. Следить за баталиями юных футболистов можно будет до середины октября. А примерно тогда турнир дойдет до финала.